Русская Германия. История в следах. Около трех часов ночи, 22 июня 1941 года, послу СССР в Германии Владимиру Диконозову позвонили из германского МИДа. Господин рейхсминистр фон Риббентроп желает видеть представителей советского правительства в здании Министерства иностранных дел Германии. Так началась война для сотрудников посольства СССР в Германии. В течение дня в посольстве собрались жители советской колонии в Берлине. Всего в Германии работали тогда до тысячи советских граждан. Пока люди съезжались в Берлин и решался вопрос об обмене гражданами обеих стран, выезжать в город разрешалось только первому советнику посольства Валентину Бережкову и то по заранее оговоренным маршрутам в сопровождении начальника охраны посольства офицера СС Хайнемана. Тем самым рвалась связь между работавшим в посольстве заместителем резидента советской внешней разведки в Берлине Александром Коротковым и его столичной агентурой, при том, что за пару дней до начала войны из Москвы пришли новые коды, инструкции и деньги для подпольщиков. Помог Хайнеман, согласившись взять в одну из поездок в город с Бережковым также и Короткова, чтобы тот, как объяснили вполне себе добродушному немцу, мог попрощаться с любимой девушкой. За это Хайнеман получил около тысячи марок, но не как оплату за услугу, а с объяснением, что деньги все равно нельзя вывезти из Германии. Состоялись даже две поездки. Коротков встретился с Элизабет Шумахер, связной между ним и его лучшими агентами в Берлине, сотрудником разведотдела Люфтваффе Харо Шульце-Бойзеном, действующим под кодовым именем Старшина, правительственным советником Имперского министерства экономики Арвидом Харнаком, кодовое имя Корсиканец, и сотрудником гестапо Вилли Леманом, кодовое имя Брайтенбах, входившими в подпольную организацию «Красная капелла». В конце Хайнеман дал понять Бережкову и Короткову, что понял, с кем встречался последним. Надеюсь, если придется, вы не забудете этого. После войны советские разведчики пытались разыскать оберштамбфюрера СС Хайнемана, чтобы принять участие в его судьбе, но поиски не увенчались успехом. Русский Берлин. История в следах. За пять дней до начала войны из Берлина в Москву ушла телеграмма Короткова, где по информации от старшины и корсиканца говорилось, военные приготовления Германии для выступления против СССР закончены, и удара можно ожидать в любое время. Москва молчала. Спустя два дня туда ушла еще одна шифровка. Брайтенбак сообщал, что война начнется через три дня. Москва снова промолчала. Следуя московским установкам, начальник Короткова, резидент НКВД в Берлине, а маяк Кабулов, к слову, не знавший немецкого, считал слухи о войне провокациями еще и потому, что слепо верил своему контакту, агенту гестапо под кодовым именем «Лицеист». Кабулов, однако, не запрещал Короткову отправлять в Москву тревожные шифровки. В центре к ним относились серьезно. Но Сталин считал иначе. За распространение панических слухов у Короткова могли быть очень серьезные неприятности. Но Германия напала. Александр Коротков родился 22 ноября 1909 года. В службу внешней разведки, тогда ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, Александр Коротков попал случайно, как хороший спортсмен. Начинал в 1928-м в должности электромеханика по лифтам. Обратил на себя внимание и уже через год был принят в иностранный отдел управления. Проявил блестящее качество, прошел все ступени служебной карьеры и стал одним из руководителей внешней разведки СССР. У него была феноменальная особенность к языкам. При обучении для работы за границей напряженно изучал немецкий и французский. Немецкому Александр обучал бывший докер из Гамбурга, участник восстания 1923 года, сотрудник Коминтерна. Русский Берлин. История в следах. Первой зарубежной командировкой молодого разведчика в 1933 году стал Париж. По пути три месяца стажировался в языке в Вене, после чего стал говорить по-немецки как коренной венец и в Германии часто выдавал себя за австрийца. Работал в группе Александра Орлова, он же Лев Никольский, который в 1938-м стал невозвращенцем, написав при этом Сталину, что не сдаст никого, если его и его семью не будут преследовать за границей. Преследований не было, Орлов никого не сдал. В 1936 году Александра Короткова направляют по линии научно-технической разведки в Германию. Среди его контактов был член Красной Капеллы доктор наук Ганс Генрих Кумеров, кодовое имя «Фильтр», работавший в акционерном обществе «Лёве Радио», выполнявшем и военные заказы. Он передал информацию о боевых отравляющих веществах, данные о работе по созданию радиолокатора, акустической торпеды, танковых радиостанций, технологии получения синтетического бензина. В 1942 участвовал в подготовке покушения на Гёббельса. После разгрома Красной Капеллы Кумеров был арестован гестапо и в 1944-м казнен. В тюрьме Плёцинзе после войны были найдены его записки. «Не считаю себя шпионом». Речь о том, чтобы помочь России защититься от соседей, алчно взирающих на эту богатую, перспективную страну, население которой составляли идеальные по своему мировоззрению люди, но еще слабые в области техники. С этой целью их друзья по всему миру передавали русским необходимые сведения о вооружении, которое могло быть использовано для нападения на Россию. Так поступил и я. Такие взгляды были характерны тогда для многих думающих людей в Европе и США. В их числе были Андрея Житт, Луи Арагон, Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Ромен Ролан, Бернард Шоу, Теодор Драйзер и другие. В первые дни 1939 года Короткова вызвали к руководству. По некоторым источникам, лично Берия заявил ему «Вы забервованы гестапо и увольняетесь из органов». И тому были причины. В органы Коротков пришел по рекомендации Вениамина Герсона, расстрелянного как враг народа. В Париже Коротков работал под началом Орлова, который к тому времени ушел на Запад. Но Александр опроверг обвинения, был восстановлен в органах, повышен в должности и назначен заместителем начальника германского отделения 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. В июле 1940 года Коротков снова в Берлине. На этот раз с женой, Марией Вильковыской. До того она 10 лет прожила в Германии с родителями, сотрудниками советского торгпредства, хорошо знала Берлин, прекрасно говорила по-немецки, помогая мужу, вела часть агентурной работы. В Европе ощущалось пришествие большой беды, и Коротков прилагал все усилия, чтобы СССР успел подготовиться. Он установил новую связь с антифашистом Адамом Кукхофом, кодовое имя «Старик», наладил контакт с подпольной организацией во главе с бывшим мэром Лейпцига, в нее входил и шеф берлинской полиции. Через Минск был налажен прямой радиомост «Старшины» с Москвой. Шла активная работа по другим направлениям. Александр торопился. Война стояла на пороге. Во время войны Коротков руководил германским отделом внешней разведки, преподавал в разведшколе. Неоднократно бывал за линией фронта. В ноябре-декабре 43-го обеспечивал безопасность Большой Тройки в Тегеране. Дважды побывал в Афганистане, летал в Югославию для связи с Иосипом Ростито. В мае 45-го принял участие в подписании капитуляции, присматривая за немецкой делегацией. На одной из фотографий этого события можно увидеть полковника Короткова, наблюдающего за подписью капитуляции генерал-полковником Гансом Юргеном Штумпфом. Спустя год после войны Александр Михайлович Коротков становится заместителем начальника внешней разведки. Он имел прямое отношение к направлению в США Рудольфа Абеля и был против назначения к нему радистом Рейно Хейхан. Который впоследствии выдал Абеля. Своим крестным отцом Короткова называли советские разведчики Африка де ла Серез Гавилан, Конан Молодой, супруги Михаил и Анна Филоненко, Леонтина и Морис Коэн. В 1953 году Коротков принимал участие в подавлении правого мятежа в Венгрии. После одной из поездок на танки в его шинели было обнаружено 12 пулевых отверстий. Но на его теле не было ни одной царапины. В конце 50-х годов генерал Коротков становится уполномоченным КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР. Поддерживал тесные служебные контакты и дружил с его руководителями Эрихом Мильке и Маркусом Вольфом. Вместе они создали разведку ГДР, одной из самых сильных в мире. Но тогдашнего председателя КГБ Александра Шелепина раздражали товарищеские отношения Короткова с немцами, вплоть до обведений в пренебрежение интересами КГБ в пользу руководства ГДР. По-разному они оценивали и ситуацию в ГДР. Незадолго до сооружения Берлинской стены Коротков был вызван на совещание в ЦК КПСС. Уходя на него, сказал жене, что может вернуться без погон. Но Шелепин не пошел на обострение, и Александр Михайлович вернулся домой в приподнятом настроении. Он был заядлым теннисистом, и чтобы сбросить нервное напряжение, отправился поиграть в теннис. На корте нагнулся за мячом, потерял сознание, а разрыв сердца. Ему было 52 года. Генерал-майор Коротков был награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны Первой степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медальными и зарубежными наградами. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Русская Германия История в следах Программа «Русская Германия. История в следах» выходит при поддержке Фонда президентских грантов Общественной некоммерческой организации «Участие» Радио «Русский Берлин» и Российского дома науки и культуры. Программа «Русская Германия»